Точность кладки первого ряда блоков и тонн имеет прямое влияние на точность строения всего дома. После уложения горизонтальной изоляции и разбивки осей стен при помощи нивелира определяется самый высокий пункт здания. Точное выравнивание наружных углов первого ряда мы проверяем при помощи шлангового уровня. Для того, чтобы получить более точное положение, выравнивание мы можем проверить при помощи нивелира. Система шпунт-паз в блоках и тонн позволяет вести кладку без горизонтального шва, благодаря чему строительство ведется намного быстрее. Блоки идеально подходят друг к другу. Блоки первого ряда устанавливаются на цементном растворе, в котором отношение цемента к песку составляет один к трём. Задание обычного раствора это сглаживание случайных отклонений фундамента по вертикали. Раствор наносим обыкновенной кельмой. Кладку наружных стен начинаем с углов. Следует обратить внимание, чтобы шпунты были направлены наружу. Это облегчит позднейшие отделочные работы. После кладки блока и тонн проверяем его уровень и поправляем при помощи резинового молотка. Затем между установленными наружными углами стены растягиваем веревку и заполняем ряд. Растянутая веревка облегчает нам контроль над горизонтальной кладкой блоков и тонн в прямой ряд. Блоки выравниваем с блоком, установленным в самом высоком наружном углу и поправляем при помощи резинового молотка. Если расстояние между наружными углами не имеет полной длины блока и тонн, ряд следует дополнить соответственно подрезанным фрагментом блока. В этом месте обязательно делаем вертикальный шов. Кладки следующих рядов стены можно приступить после связывания цементного раствора, то есть 1-2 часа после положения первого ряда. Следует обратить внимание, что для популярных блоков и тонн к 36,5 см пригоден стандартный фундамент шириной 24 см. Это полностью согласно требованиям строительного дела, где перевес стены дома, над стеной фундамента они должны превышать 1-3 ее ширины. К вкладке очередных рядов стены можно приступить после связывания цементного раствора, то есть 1-2 часа после положения первого ряда. После того, как положим ряд блоков и тонн, шлифуем его верхнюю поверхность. Для этого используем полутерок или рубанок, а мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой. Благодаря этому раствор будет лучше связываться с блоками. Цементный раствор и тонн поставляется на стройку в виде готовой сухой смеси. Содержимое мешка всыпаем в приготовленную емкость с водой, согласно пропорциям указанной упаковки, и тщательно мешаем при помощи дрели со смесителем. Вкладку следующих рядов начинаем с наружных углов. Каждый уложенный блок требует выравнивания. Хельмой и тонн наносим раствор на верхнюю поверхность двух-трех блоков. Благодаря этому раствор не засыхает, и успеем положить следующий углов. После закладки углов растягиваем, как в первом ряду, веревку и заполняем ряд. В местах, где блоки не соединяются системой шпунт-паз, например, там, где кладем подрезанный блок, следует выполнить вертикальный шов. Не забывайте о перемещении вертикального соединения на 8 см по отношению к предыдущему ряду. Следующие ряды наружных углов кладем попеременную, используя веревку. Блоки кладем шпунтами наружу. Шпунты шлифуем полутерком или рубанком. Благодаря этому получим гладкую поверхность стены, что позже облегчит отделочные работы. Укороченные фрагменты блоков, которые укладываем в конце стены, например, на границе отверстий, не могут быть короче, чем 11 см. Внутреннюю несущую стену из блоков и тонк лучше всего строить одновременно с наружной стеной. Тогда делаем перевязки между стенами через ряд. Соответственно, подрезанные блоки наружной стены позволяют ввести блоки внутренней стены на требуемую глубину. Если блоки для внутренних стен холоднее, чем блоки на наружных стенах, перевязку делаем на глубине минимум 15 см. Это гораздо ограничит тепловой мостик и утечку тепла в этом месте. В местах под окно следует уложить горизонтальную арматуру, расположенную в самом высоком шве. С этой целью можно использовать фирменную арматуру для опорных швов или два прута из ребристой стали диаметром 8 мм. В первую очередь обозначаем на поверхности блоков запланированную ширину оконных проемов. Потом отрезаем арматуру необходимой длины. Следует помнить, чтобы размер арматуры увеличить по крайней мере на полметра за пределы проемов. Фирменная арматура изготовлена из нержавеющей стали с малым сечением, поэтому ее можно помещать прямо в шов с тонкой прослойкой. С этой целью на поверхности блоков раскладываем тонкий слой и погружаем в него арматуру. На шов вместе с погруженной в нем арматурой кладем следующий ряд блоков. Если используем прутья из ребристой стали, в ряду блоков следует сделать резцом канавки в соответствующей длине прута. После тщательного удаления пыли, которая при этом образовалась, канавки заполняем цементным раствором, а потом помещаем в них прутья. Прутья следует перед этим подрезать до необходимой длины. После погружения прутья в цементный раствор, кельмой удаляем его избыток. Перед тем, как начнем класть следующий ряд, следует очистить поверхность блоков, например, при помощи щетки. Благодаря этому мы получим гладкую поверхность блоков. И напомним еще раз. Независимо от вида использованной арматуры, ее размер следует увеличить за пределы проема, по крайней мере на полметра с каждой стороны.